У нас в студии гость Динара Шукижанова, представитель партии Республика. Динар, мы вас позвали обсудить ваш сегодняшний запрос. Он касается очень многих казахстанцев, довольно наболевшая тема, это по наркотикам. Расскажите, какой запрос вы написали, что вы просите и что предлагаете? Вы знаете, действительно проблема злободневная. И самое страшное, что она касается... Раньше казалось, что это проблема взрослых. Как вы представляете себе наркомана? Это человек асоциальный, худой, бледновыглядящий, понимающий, что точно с ним что-то не в порядке. 25 плюс, да. Что же происходит сейчас? Это дети. Официальная статистика говорит, что это дети от 12 лет. И синтетические наркотики — это те наркотики, которые... Ну, красивая, симпатичная розовая таблеточка. Как будто бы кажется, что ничего страшного, давай попробуем, что это. Это химия страшнейшая, которая просто убивает наш мозг и действует почти в 10-15 раз сильнее, чем традиционные наркотики. Поэтому, конечно, с учетом того, что эта проблема молодеет, и я бы сказала, что теперь эта проблема может касаться каждого из нас, я мама. И моя дочь подрастает, и для меня это страшно. Поэтому сегодня мы кричим уже об этой проблеме, мы говорим. Был разработан комплексный план. Здорово, что Совет по делам молодежи поднимает эти вещи, что сама молодежь начала вытаскивать эту проблему изнутри. И нужно принять этот национальный план и начинать решительные меры. Потому что если мы не начнем ничего делать и будем просто забалтывать в очередной раз проблему, говорить, да, комплексный план не готов, нужно доработать одно мероприятие, второе мероприятие, нужно подключить и обсудить еще компетентные органы. И различными акциями рисунки. Да, различные акции покричали флажками и сказали, нет, наркотикам это не решится. Это кропотливая системная работа, которую нужно делать большому количеству ведомств. Что конкретно вы предлагаете? Каждому граждану. Слушайте, вот есть комплексный план, мы его почитали, там очень много пунктов, более 15 пунктов, которые нужно начать осуществлять. И нужно говорить открыто об этой проблеме на всех площадках, говорить о том, что эта проблема помолодела. Проводить элементарные часы в каждой школе и объяснять родителям, что сегодня это не чужая проблема, это проблема ваша, лично каждого родителя. И какая ответственность за это, и это на кону жизни ваших детей. Поэтому здесь мы говорим о том, что принимайте комплексный план, ужесточайте законодательство, начинайте активно говорить об этой проблеме и воплощайте в жизнь тот план мероприятия, который был прописан и уже подготовлен. Вы затронули вопрос реестра наркотиков. Очень сложно включить новые наркотики в реестр. Почему вы об этом заговорили? Ну, как говорится, знаете, прежде чем включить в реестр какой-то новый наркотик, начинается обсуждение, что это за наркотик, относится он, не относится. И в моем понимании мы немного забалтываем эту проблему. Поэтому мне кажется, прежде чем этот наркотик в реестр включать, нужно очень всесторонне проводить аналитику и понимать, что это не может быть там просто каким-то легким веществом. Это вещество, которое там в дальнейшем в зависимости от количества принятого наркотика может серьезно влиять на жизни наших детей. Поэтому здесь нужно ужесточать работу очень серьезно. Но ситуация осложняется еще и тем, что наркотики, они ушли в интернет. То есть это не как раньше, там, по подвалам где-то покупаются все. Это все покупается онлайн сейчас. Покупаются онлайн, телеграм-каналы, распространяются сами же дети, которые хотят на этом заработать. Вроде кажется, там, отнеси закладочку, тебе дали 5-6 тысяч тенге для ребенка 12 лет. Почему нет? Поэтому проблема молодеет, проблема видоизменяется, и вы абсолютно правы, что проблема приобретает цифровой характер. То есть, если раньше B2B нужно было покупать наркотики, это, наверное, было сложно, да? Найти человека, там, ты боишься. А сейчас ты зашел в телеграм-канал, просто там есть огромное количество ссылок, да, купил этот же телеграм-канал, тут же ликвидировался, ссылка удалилась, и все. И где искать концы? Вот в этом отношении тоже нужно привлекать экспертов и понимать, как с этим бороться. Спасибо большое. У нас в студии был депутат фракции Республика. Республика.